Итоги пятого чемпионата по дворовому футболу подвели во Владивостоке. После плотной серии игр, которая продолжалась в течение пяти дней, определились сильнейшие коллективы. В борьбу за первое место в старшей и младшей группах вошли команды Ермолай Юнайтед, Восход, Олд Старс и Угольная Сити. Соперничество оказалось плотным не только потому, что футболисты играли на равных, но и потому, что судьба кубка в итоге зависела от послематчевой серии пенальти. Валидольная концовка все-таки выявила победителей. Ими стали в своих возрастных категориях Олл Старс и Ермолай Юнайтед. Чемпионат отличный, концовка была очень нервная. Проигрывали до последней минуты, потом сравняли. Ну, в серии пенальти я всегда был уверен. Ну, просто я знаю, кто как бьет, как вытаскивать и все. Помимо командных призов, игроки получили и личные награды в таких номинациях, как лучший бомбардир и лучший вратарь. Напомню, что в традиционном чемпионате мог принять участие любой желающий в возрасте до 17 лет. Достаточно было организовать свой коллектив из семи человек и придумать ему название. В целом, в соревнованиях этого года приняла участие 31 команда. Другое футбольное событие Кубок России только начинается. Участие в нем принимает и луч энергия. Приморский клуб сыграл свою первую игру 1-32 турнира. Противником тигров стала комсомольская смена. Несмотря на то, что соперник у луча выступает во втором дивизионе, игра прошла на равных. Приморцы хоть и выглядели порой сильнее, однако нулевой счет до конца матча ни одна из команд так и не изменила. Безголевыми оказались и два дополнительных тайма. В итоге судьба встречи легла на серию пенальти. Здесь удача улыбнулась все-таки лучу. Со счетом 3-2 приморская команда проходит в следующий раунд Кубка России, где в соперниках ждет один из клубов Премьер-лиги. Следующий матч «Тигры» проведут снова в рамках ФНЛ. 27 августа у себя дома «Желто-синие» сыграют с футбольным клубом Тамбов. Хоккейный клуб «Адмирал» уступил в гостях нижнекамскому «Нефтехимику». Вторая игра нового сезона началась для приморцев успешно. Серия опасных моментов застала хозяев врасплох. Уже на второй минуте наша команда все-таки отличилась. Моррисон забил свою первую шайбу за «Адмирал». «Нефтехимик» сумел перехватить инициативу и к первому перерыву счет сравнял. Во втором периоде команды вновь обменялись голами. 2-2. Увы, но за пару минут до конца матча хозяева смогли вывести игру в свою пользу. «Ганзал» забросил победную шайбу. 3-2 победа «Нефтехимика». Таким образом, в двух стартовых играх сезона «Адмирал» потерпел два поражения подряд. Теперь моряки отправятся в Казань, где 26 августа встретятся с Акбарсом. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.